Вы на канале Светлана Герасимова и её гости, и в гостях у меня человек, которого представлять никому не надо, одна из самых ярких звёзд Ютуба, это Юрий Табах. Юра, здравствуй! Ты как-то себе сказал, звезда Ютуба, знаешь, что опасно быть звезда Ютуба. Ничего, вот мы, кстати, только что до начала эфира я ему вопрос задала, Юра, ты когда зазвездишься? Ну, я так поняла, что он не собирается зазвездяться. Нет, чего, когда скажут тогда. А когда скажут, понятно, по-солдатски, да, по-офицерски, понятно. То есть, я очень зазвездюсь, но нет, всё равно. Понятно. Нет, ты очень, знаешь, человек, который мне очень импонирует, поэтому я думаю, всё будет нормально. Но я не думаю, что люди звездятся, понимаешь, что у людей начинаются быть приоритеты. Это работа у них такая, в Ютубе быть, быть популярными. У тебя такая работа, что у тебя больше было в просмотрах, это бы хорошо было, и просмотры, и подписчики. Подписывайтесь на свет на канал, и ставьте лайки, и всё. А у меня же не эта работа, у меня эта работа не быть звездой Ютуба. Моя работа – это война, это там, где я себя чувствую более-менее компетентным. А вот здесь – это у других людей. Поэтому мне всё равно, тем мне приятно, с тем я и веду беседу. Информационный окоп – один из самых важнейших, может быть, важных. Это верно. Так что мы с тобой, Юр, в одном окопе. И неважно, кто стреляет, кто там снаряды подносит. Юр, я вот что хочу. Смотри, Свет, я с тебя в окопе, есть одно правило. Никогда не окажись в окопе с придурком, который смелее тебя. Так что осторожней. А то свой окоп пригласишь кого-нибудь, а он дебил. Понятно. Твой канал и грохнет. Юр, я рада, что мы с тобой в одном окопе, но я хочу вот такой вопрос задать. Я не совсем пойму, как это выглядит с твоей точки зрения. Вот смотри, недавно, да, республиканцы внесли в Нижнюю палату парламента проекта продления Ленд-Лиза. Ну, понятно, что далеко от осуществления еще все это, но само направление мыслей республиканцев, оно же импонирует. Это правильно, это в поддержку Украины, да. И вдруг, немного погодя, почти тут же, ваш же республиканец, который рама с вами, значит, он выходит на дебаты и камня на камне не оставляет от репутации республиканцев. Я так поняла, но у меня впечатление такое. Юр, объясни. Ну, если рама с вами так сказал, то тогда рама не с нами. Он с ними, я поняла, что он с ними. Он с ними, да. Так почему республиканец рама с ними? Потому что это не объясняется людям, они просто считают, что это все черно-белое, или за красных, или за белых. Но это не совсем так, потому что республиканцев, почему вот все время республиканцы вносят Ленд-Лиз, а демократы за пакеты. И вот некоторые республиканцы там голосуют против пакетов. Но здесь это припадной сай, республиканцы не хотят помогать Украине и таким образом. Нет, республиканцы просто, они капиталисты. Они говорят, в этих пакетах вы накидали разные фигни, помимо помощи Украине. Допустим, говорят, там 100, сколько они сейчас говорят, 120 миллиардов помощи Украине. Да, на военной помощи, там только 18 или 19, и частенько даже эта военная помощь, она не сегодня. А это вы на эти деньги можете заказать что-то себе в американской военной индустрии, получится там через 5 лет. Тот же танк, или там Аймарс, или еще что-то, через 5 лет Украине. Ну, эти деньги, что называется, облагерят сегодня. Их как бы выделяют или обещают сегодня. То, что это идет, может упасть на завтрашние плечи или на наши плечи, все эти детали, там много очень нюансов. Ну, вот они вводят. Поэтому, республиканцы, если все упростить, хотя Андрей Николаевич Ларионов это объяснял тысячу раз, уже пережевывал и сжевывал, но это не хотят слушать, это враг тогда получается. Дело все в том, что республиканцы говорят, подождите, зачем нам выделять деньги, печатать еще больше денег, давать еще больше денег, прекрасно понимаешь, что часть этих денег разворовывается и тут, и там, и рама с вами, и рама с ними, и рама не с вами. А когда у нас это железо, это оружие уже есть, оно уже сделано, и для этого нужно включить ленд-лист. После того, как включится ленд-лист, после этого президент должен хотеть иметь политическую волю это передать Украине. Но этого ничего не срабатывает, вот только пакетами и пакетами. А в этих пакетах, ну черт, строительство дорог, инфраструктура, оплата учителей, врачей, беженцев, все это необходимо, все это очень нужно. И дороги, потому что все равно нужны дороги, чтобы довозить нужные вещи до фронта и, может быть, использовать их как посадочные площадки или взлетные площадки. Это имеет разные-разные нужды. Ну, там также и строительство нового американского посольства. Посольство в Украине новое, оно новое, ему несколько лет. Там обучение, гендерное обучение, там музеи, кино, еще хрен знает что. И вот они говорят, нет, это не нужно. И там для своей предвыборной кампании это делается. Поэтому в этом есть разница. Но все равно, как бы там ни было, большинство людей американского конгресса, то есть американского народа, за ленд-лист и за помощь Украине. Каждый имеет свое понятие помощи, каждый имеет свое понятие, как эта помощь должна работать. Но что я и мои единомышленники, и вся наша команда с тобой пытается донести до украинцев, это то, что не все зависит от президента. Президент это не тот, кто диктует, как работает. И вот сегодняшняя помощь Украине, эти пакеты, это не президентский. Это то, что выделяет Конгресс, то есть американский народ. И следующий президент тоже не сможет там урезать много чего. Да, многое зависит от него, но многое и не от него зависит. Поэтому не надо, чтобы украинцы участвовали в нашей предвыборной кампании. Если из всех утюгов в Украине льется только за одну партию, то вы злите половину Конгресса. Президенты у нас уходят и приходят с разных партий, а Конгресс и американский народ, он остается. И поэтому вы начинаете злить половину Америки таким образом, пытаясь взять в сторону одного нашего президента. Причем это не помогает, это только вредит Украине. Но вот люди любят заниматься. Рамос с вами очень набирает большую популярность в стране. Он не часть эстаблишмента, он не белый, он из индусского происхождения, индусское или индийское. Он бизнесмен, правда его сейчас уже судят на миллиарды долларов, что он аферист. Уже это началось, против него пошел готов. Теперь уже с десанта сослезли, потому что он отстал от Рамос с вами, Рамос с вами выходит вперед. И уже начали его судить. И он не часть эстаблишмента, он бизнесмен, как предыдущий президент, чем-то схож. И он говорит то, что люди понимают. И говорит он быстро, и говорит понятно. Так что да, у него есть тоже шанс от республиканской партии выйти, вырваться вперед. И опять же, он сам финансирует свою компанию. Вот знаешь, я на днях проводила эфир с Юрой Гиммельфардом. Ему задали вопрос, как он относится к тому президенту американскому, к этому, вообще что он думает. И Юра очень мудро ответил, что Америка не моя страна, и я не считаю себя вправе вот в эти дела вмешиваться. Вот то же самое понять бы следует и украинцам, и россиянам. И какая разница, что мы думаем, решать будем не мы, Юр. Ну, частично, все равно это создает, что вот на международном уровне люди им не нравятся, этот президент или нравится, вот этот человек не нравится, тот человек. И история потом распределяет людей. Если послушать, что говорили о Черчилле, то тоже, знаешь, или что говорили о Рузвельте, о Трумане, ну и далеко ходить не надо, если ты включишь еще два года тому назад, что в Украине говорили о Борисе Джонсоне, то это ну просто ужас, исчадие ада, от которого надо избавляться как можно быстрее. Теперь, конечно же, он герой, но уже поздно, от него избавились, избавились. То же самое происходит и с предыдущим нашим президентом, который делается все возможное, чтобы он не участвовал в выборах, и все суды даже назначаются на следующий год, чтобы он был в судах затянут и не смог участвовать в предвыборной кампании. Ну вот такая политика, это очень грязная вещь, я просто хочу сказать, что имеет влияние то, что происходит в Украине, война имеет влияние на кто будет следующим президентом Соединенных Штатов, выступления многих свидетелей, как из людей из паризмы, так же как бывший прокурор Шокин, который сейчас выступает в этом и дает показания. Играет, играет эта роль. Хорошо это или плохо, я не знаю. Я имею в виду, чтобы украинские СМИ не говорили за весь украинский народ и не брали одну сторону чего-то, потому что это все может повернуться по-другому. Значит, Нурлан пишет, в вашей предвыборной кампании торчат уши Руси. Я не знаю, что это значит. Любая страна, особенно супердержава, держава, как Китай, как Россия, как Соединенные Штаты Америки, да, они участвуют в чужих выборах. Участвуют, участвуют очень сильно, уже не говоря о странах, которые поменьше, такие как Украина и другие страны, которые тоже участвуют в наших выборах, и мы участвуем в их выборах. Хотя мы все время призываем, не делайте и не делайте это, но сами-то мы тоже это делаем. Одни выборы в Израиле чего стоили, когда президент Обама дал 250 тысяч долларов или 250 миллионов, сейчас я не помню, какую-то огромную сумму дал. Ну тогда миллионов, вряд ли тысяч. Или 25 миллионов, что такое он дал, ну даже если 250 тысяч он дал оппоненту одной партии против другой, это неправильно. Ну так было сделано, а потом призывал не вмешиваться в нашу. Вот Валера Бердичевский спрашивает, зачем продлевать Ленд-Лиз, если за полтора года бойни Украина не получила от США ни одного Абрамса, ни одного самолёта-вертолёта, ни одного тяжёлого беспилотника, ни одной дальнобойтной ракеты? Ну, Ленд-Лиз не только тяжёлое оружие, это в первую очередь, конечно, потому что пакеты не смогут оплатить тяжёлого оружия в достаточном количестве, потому что таких сумм просто ни в одной стране нету, а оружие-то у нас уже находится и законсервировано, или мы его снимаем с вооружения, как F-16, как F-10, как Хаммерсы. Поэтому Ленд-Лиз может это предоставить. Да, этот вопрос задают многие люди, зачем ещё раз голосовать за продавление Ленд-Лиза в том оригинальном, как он был предоставлен. И это, по-моему, Шеф, по-моему, Шеф сделал это так, что он только до конца 23-го года финансового. Поэтому они хотят вернуть его в оригинал, в оригинальную форму. Но многие говорят, зачем это делать, тратить опять деньги, голосовать, это же всё стоят деньги, это всё голосование организационное, это всё. Если это символический закон, то есть опять президент ничего по этому поводу делать не будет. Да, есть такой вопрос, зачем это делать, и причём все эти полтора года Украина или год, чуть больше уже года, скоро уже полтора года, из всех рупоров Украины президент ходит и требует оружия и просит оружия, а все рупоры в Украине говорят, да нет, оно нам не нужно, Ленд-Лиз нам не нужен, и до сих пор многие это делают, и официальные лица. То это, конечно же, вводит в ступор и в заблуждение американцев, так нужен или не нужен. Вот жизнь начинается только в 50, такой вот ник у моей слушательницы спрашивает. «Народ США устал от войны, повестка ушла, готовы люди выходить в поддержку Украины и требовать Ленд-Лиза». Ну, ты знаешь, что наша с тобой команда и наше с тобой окружение... Да она вот не очень большая, Юр, вот в чём дело. Она небольшая, ну да, но зато мы в тельняшках, мы выходим и не устаем, и требуем. То, что люди устали от войны, так это понятно, а вот война ли устала от людей, вот в чём вопрос. Поэтому война, если будет, и она будет продолжаться, пока русские не уйдут с Украины, с кей территории, устали вы, не устали, никто спрашивать не будет. Поэтому чем раньше она закончится, тем менее уставшими мы все будем, или живыми больше из нас останется. Да, вот слушай, слушала я твой эфир с Александром Шелестом, много там было интересного, и в один момент ты заявил так, да, что каждый третий, кто голосовал за Байдена, идиот, так же, как и первые два. Не слишком это было крутое заявление? Не знаю, крутое, не крутое, но честное. Но многие сейчас из них понимают, что они, опять же, украинцев, я хочу спросить, вы не чувствуете себя глупо, когда вы так ратовали и кричали «Байден, придя, порядок, наведя», навёл порядок, когда вы говорили «А вот Байден же говорит, Байден же сказал, что когда он придёт к власти, то Путин долго не удержится. Когда Байден зайдёт в Белый дом, то Путин у власти долго не удержится». Помните, как вы аплодировали этому всему новому? Если вы не считаете, что тогда это было неправильное решение, или когда он сказал, что будут санкции из ада, он введёт санкции из ада, а сам снял санкции, а те санкции, которые ввёл, как «Северного потока», а те санкции, которые ввёл, они, наоборот, работают на Россию и экономику усиляют эту. Ну, сколько можно быть идиотом, если вы будете продолжать, как вот один из блогеров, которого мы с тобой обсуждали до эфира, продолжает это делать, ну, разве он не идиот, честно скажу. — Идиот. Это идиотская позиция. И это человек, который бьёт себя по одному месту кувалдой, и каждый раз, когда он себя бьёт, думает, что ему будет не больно, а он поймает кайф, и каждый раз, когда он себя бьёт, ему больно, ну, он идиот, ожидая, что в какой-то момент будет кайф. Наверное, когда промахнётся, вот тогда кайф. — Да. Вот, Юр, то, что в России, значит, нет выборов и не выборы, ну, это даже не обсуждаемо. Но ведь и у вас, США, в самой демократической стране мира, выборы-то носят какой-то семейно-клановый характер. После Буша-старшего был Буш младший, после Клинтона президентом пыталась стать его жена, да, а после Обамы, возможно, его супруга, Мишель Обама, которая, ну, популярная фигура в США? — Срезвычайно популярная. Ну, и многие думают, что, ну, и первые восемь лет, две каденции была президентом, то вообще-то она, а не он. Так что, а сейчас вообще вопрос, кто это, она или он. Много путаницы у нас начинается из-за этого. Но дело в том, что, да, это большая опасность, что у демократов, в принципе, нету хорошего кандидата, ну, вот, кроме Кеннеди, который, то, что он говорит о Украине, ну, реально опасно. — А то, что Рамос с вами, это не опасно? — Тоже опасно, нет, это тоже опасно. Ну, понимаешь, Рамос с вами, он неизвестная фигура. И Рамос с вами не политик. И у Рамос с вами сын в Украине не воевал. А вот у Кеннеди, помимо его имени, помимо того, что он очень опытный политик, вся его семья, его еще и сын воевал в Украине целый год в самое горячее время, в самое начало, с начала войны добровольцем поехал воевать в Украину. Так что у него есть репутация, у Кеннеди. Ну, оба. Поэтому, да, это очень большие подозрения, что Мишель Обама выскочит в последний момент, и все вздохнут с облегчением, скажут, ну, вот, слава богу, опять у нас будет Обама, и все будет зашибись. Кроме того, что, напоминал украинцам, что это при Обаме и Байдене вся эта война началась. Ну, даже при Клинтоне с Будапештским меморандумом. Ну, думаю, что здесь тоже все будут очень сильно радоваться, ну, не все, но будет опять в новостях, во всех этих соровских и демократических рупорах, которые здесь, в Украине, просто чрезвычайно много, будут сильно радоваться этому. И опять говорит Обама приде, порядок на виде. Вот, Юр, ты часто и с тревогой говоришь об экономических проблемах в США, вот, считая, что Байден проблемы не решал, а усугублял. И вот спрогнозируй, пожалуйста, развитие ситуации в случае, если следующими президентами станут. Байден, Мишель Обама, Рама с вами. Ну, я не знаю, опять же, я не экономист, этот вопрос не ко мне. И когда-то задавала вопрос, что-то сильно грохнуло за окном, поэтому я не совсем слышал. И сегодня всю ночь были тревоги, и обстрел Киева, и два человека погибло, и несколько раненых. То есть уже полтора года, и это все продолжается, и небо никак не закроют. Запад продолжает высказывать свои озабоченности всему этому, но делается чрезвычайно мало. Поэтому я не знаю экономически, что там будет. Я знаю только то, что при Обаме, и сейчас при Байдене экономика у нас плохая, и цены просто какие-то обалденные. Ну, и нефть все дорожает и дорожает. То есть бензин на бензоколонках дорожает и дорожает. То есть все остальное тоже начинает дорожать. Вот недавно мне мой друг прислал фотку бутерброда, где там кусочки курицы. Ну, бутерброда как в 7-11, как вот у вас на бензоколонках в Украине есть такие магазинчики, где все можно купить. Там тоже в Америке, в Нью-Йорке, в таком что-то вроде такого магазинчики 7-11 у нас называется. Бутерброд, курица, майонез, там в основном майонез 35 долларов. То есть потом налоги, потом еще что-то. Чаевые. Думаю, что в долларов 50 бутербродик выйдет. То есть, ну, цены. Когда-то 50 долларов в целую неделю кормила семью из пяти человек. Да, понятно. Не так давно. А вот все-таки из этой троицы, которую я назвала, Байден, Мишель, Обама, Рама с вами, кто тебе предпочтителен? Никто. Ну, наверное, потому что мы знаем, кто такой Обама, мы знаем, кто такой Байден. Ну, может быть, Рама с вами нас чем-то удивит. Просто потому что он капиталист и республиканец. Наверное, тогда Рама с вами. Да, вот слушай, пишет подписчик с ником Днеприна. Песков сказал, что если власти Украины признают законные интересы России, очень легко будет прекратить страдания украинского народа. А где у России законные интересы в этой войне? А где у России вообще законные что-то? Это террористическая страна. И с каких пор украинцы должны верить России? Да вообще кому верить? Знаешь, это вот это... Они говорят, что будет гарантированная безопасность. Хотите прогарантировать безопасность Украине? Дайте Украине авиацию, дальнобойные орудия, бронетехнику, чтобы Украина освободила свою территорию, как это смог сделать Израиль. И потом выстроилась свою военную индустрию, чтобы она могла защищать. Тогда будут сюда инвестиции входить, и будет процветать страна, и борьба будет с коррупцией и все остальное. Вот это вот будет гарантия безопасности. А это все бумажки, это все подписанные вещи, это все то, что они говорят, слышали уже тысячу раз в истории это происходило. Так вот, Гитлер 17 июля 1940 года в Рейхстаге, он сказал слово в слово фактически то, что сказал сейчас Путин. Если английские руководители признают совершенно необходимые законные интересы Германии, то очень легко им будет прекратить страдания населения Британии. А у Германии, где тогда были интересы, законные, я не понимаю в этом ничего. В том же месте, где и сегодня у России. Идет повторение, да? Вот, да. Да, эти законы всегда находятся в одном и том же месте. И вот еще этот же Днеприна обращается к Западу, что принятие Украины в НАТО гораздо дешевле, чем оплачивать следующие будущие войны. А что такое, что ты говоришь, может быть? То есть, имеется в виду и другой вариант? То есть, и без НАТО можно, да, пережить? Ну, а почему? Многие страны, и Корея без НАТО, и Израиль без НАТО, и Япония без НАТО, Тайвань без НАТО. Многие страны, которые находятся в сложной ситуации военной, выживают без НАТО. А Польша, Балтийские страны, они переживают, они нервничают. Что если вот эта отговорка, что нам надо договариваться с Россией, потому что у нее ядерное оружие, ну, тогда так будет договориться и насчет Балтийских стран, и насчет Польши, и насчет Филиалии, потому что у России ядерное оружие. Все время давать себя шантажировать этим или угрожать этим, ну, слушайте, у нас тоже есть ядерное оружие. А потом, откуда вы знаете, что у нас нету противоядерного оружия? Наверняка мы многие годы отрабатывали это, что применить против ядерного оружия. Да. Зоя Денисенков пишет, в последнем выпуске у Юрия Романенко Арестович гаденько смеялся над украинской диаспорой, которая выходит с транспаратом из-за Ленд-Лиз. Я была в шоке. А что смешного в том, что диаспора выходит за Ленд-Лиз? Ну и сам Романенко, тоже подонок, еще тот начал... Кстати, он в какой-то из своей программы сказал, что у меня с ним была программа, я помню, да, было давно, лет пять тому назад, где он сказал, что он меня размазал по стенке. Я что-то не припоминаю это. Но, знаешь, как бы размазалку не оторвали, если он так читает, что размазал. Потому что такое... Можно оказаться без размазалки. Да, понятно. Но эта грубость, этот мат, я даже этих людей не воспринимаю. Могу только сказать, что сейчас тоже ко мне упреки, что вот то, что сказал в одном из последних эфиров Романенко-Аристович, что я искажаю это, что я неправду говорю. Ну, я не знаю, вы считаете, что там мата не было, что он матом не говорил, что он не называл украинский народ дебилами. Но это я слышал, извините, я слышал. Также я слышал, что он сказал, что если за него голосовать не будет, то он уедет в Тихий океан, там на яхте кушать омары. Не знаю, какой Тихий океан, он, наверное, с Атлантическим немножко перепутал, но это не важно. Дело все в том, что мне говорят, что это после войны, он сказал. Я не слышал, что он говорил, что это после войны. Но не важно. Даже после войны говорят, что он там полковник или кто-то подполковник вооруженных сил Украины. То есть он говорит о дезертирстве. Так понимается это на Западе. Так мои сослуживцы, мои товарищи меня спрашивают, что он говорит, что он дезертирует, если эти дебилы за него голосовать не будут. То есть эти дебилы кому он давал присягу но странно то что его за это тоже не привлекли невооруженные силы ничто он же офицер не знаю там запас или не запас почему он имеет право выезжать из страны когда другие не могут говорят что у него трое детей да у него совершенный по-моему он сколько я знаю у него совершенно совершеннолетний да то есть вот на западе конечно опять же вот эти вот такой месседжи приходили которые они не совсем понимать сейчас гордон тоже собрался в америку хотя у меня на программе говорил что он пойдет воевать вместе с сыном а сейчас едет на гастроли в америку собирать деньги для украины странно потому что все эти месседжи конечно люди получают и военные не могут объяснить если во время войны человек как я сказал будучи на службе будучи еще под присягой в резерве или в запасе или еще где-то сказал что слушайте я дезертирую я уеду из этой страны если потому что мне не нравится как вы себя ведете здесь дебилы то я думаю что меня бы не уйдумая уверен чтобы меня привлекли к ответственности сказать ты что это пропагандируешь дезертирство когда люди гибнут на фронте странное поведение странные как люди реагируют на это потому что придумывают отговорки этому всему обвиняют и сразу есть люди которых критиковать нельзя да я там критиковал сделал программу про скота риттер это мой канал чуть не закрыли но столько жалов посыпать я служил той же организации что и он там есть репутации я рассказывал только факты и только правду если посмотреть на эту программу почитать отзывы это просто я враг народа то же самое там яшу кедми нельзя было критиковать если ты что-то сказал против яшу кедми тоже были налеты на тебя такие но вот сегодня арестович у нас тоже арестович там гордон фейгин это этих людей трогать нельзя романенко потому что на тебя будет налет сразу вот виктор тимоненко дает интересный вопрос у путина душа есть это не ко мне это какой-то к священнику крови ну обращайтесь мне все равно есть мишку там душа или нет его душа я знаю что одно его надо отправить на тот свет с душой или без души с головой или без головы вместе с этим вместе с пригожи нам или без пригожина это мне до одного места вот этих от этих чертей надо избавляться гаслик интересуется что ты думаешь о казахстане а его позиции я служил в казахстане скук служил с казахами по моему мне три месяца был в казахстане это прекрасная страна прекрасный народ кстати очень интересные там люди тоже есть там она такая на мультикультурная страна потому что туда были сосланы чеченцы которые тоже перемешались казах туда были сосланы полоски немцы которые тоже там перемешались из своих остались диаспорах но и многие пиши поэтому такой очень красивый получился там такой народ тот который вот так вот перемешанный евреев там было очень много но в основном они уехали во время эвакуации например моя мама будучи ребенком ли второй во второй мировой была эвакуирована тоже в казахстан и многие люди там остались потому что казахи очень доброжелательные и очень добрые люди поэтому многие с ними остались их там не депрессировали евреев там и по волжских немцев не чеченцев очень большая сильная диаспора чеченцев там многие чеченцы вот побратимы и прям с казахами потому что они не дали их убить спасали как могли но не все одну в основном в основном из так баба вообще так что казахи у меня такая у меня с казахами очень и теплые добрые отношения я вспоминаю казахстане как а у тебя прекрасный про не моя бабушка там похоронена моя бабушка умерла во время эвакуации там от тифы явно понятное дело что я ее не знал моя мама маленькая еще было вот поэтому у меня кроме как теплых отношениях казахом к еда вкусный там плов прекрасный казахский и и я думаю что у них ситуация очень сложная потому что они оказались между россией китая страна огромная она больше чем вся европа многие люди не понимают что казахстан по территории больше чем вся европа то огромная страна территориально и там большое русскоязычное население огромный и вот конечно же это опасность потому что путин русские будут использовать это население также как в украине использовали вот русскоязычное население мог это наши братья что они хотят быть русскими быть частью россии не хотят не хотят также сама у нас на брайтенбич очень большая русскоязычная диаспора в израиле огромная русскоязычная диаспора это не значит верх многие из них не из россии а во вторых они не хотят быть русскими даже человек как я и моя семья все мое окружение кто родилось там в москве и многие там из моих членов 7 прожили большую часть своей жизни в они русскими не хотят быть и россиянами хотят поэтому использовать вот этот аргумент все он также используется в украине нельзя ты родился там россии для ты родился корейцы ты родился кисанджер родился в германии что значит он немец не думаю да виктор тимонин говорит моя соседка потомок немцев из казахстана работящая бег 37 пишет русских казахстане 18 процентов а ты отождествляешь народ казахстана и а значит руководство казахстаном или придерживаешься к тому что руководству такой страной в такой ситуации очень непросто какая твоя точка зрения но руководству любому всегда непросто это тоже нельзя но и также конечно же это неправильно считать народ и руководство единым что раз руководство такой значит народ такой но с другой стороны как говорится каждый народ заслуживает свое руководство так что это такая очень сложно каждый раз говорить о это не моё руководство это не мой президент поэтому Нет, есть такая вещь, как коллективная ответственность за то, что происходит. Да, я не голосовал за Байдена, да, я не считаю его легективным президентом, да, мне не нравится, как он управляет страной и его банда, но это президент моей страны, и я тоже несу ответственность за его действия на нашего государства. То есть так же, как люди, проживающие в России, как люди, проживающие в Казахстане, в Израиле, в Украине, мы несем ответственность за наше руководство, которое, к сожалению, не несет ответственность за нас. Вот твоя соотечественница Наталья Лев спрашивает, почему так настойчиво сенатора-республиканцев ГРЭМ, я сама республиканка, так настойчиво проталкивает нарратив о выборах в Украине в 2024 году. Устали от несговорчивости Дилинского или в чем тут дело? Я не знаю, я знаю его как очень порядочного и ответственного человека, очень опытного политика. Я имел честь быть с ним знаком, он довольно-таки такой простой южанин, ну или хотя бы подходит к вопросам. Я знаю, что он за Украину, я с ним имел честь пять минут поговорить, и мы говорили о Украине, он диагноз украинул сюда, приезжал, по-моему, не один раз. С ним, я думаю, здесь не очень хорошо обошлись. В Украине то есть то, что он сказал, потом исковеркали, вырезали, выдернули из контекста, склеили не так, и выставили по всем каналам и везде, что Россия потом использовала против этого. То есть, я не хочу повторять, но это то, чего он не говорил, и в оригинале потом, ну опять же, тупые, кто это сделал, потому что, ну, 21 век, все записывается, все видится, все проглядывается. То, что он этого не говорил, потому что потом полноценный текст был, что он сказал. Поэтому, я думаю, может быть, у него где-то на эту власть и какая-то обида или еще что-то. А может быть, он недопонимает, что идет война, и как это можно здесь провести выборы. Объясните механизм. Я, например, готов выслушать его. Я знаю механизм Лен-Лиса. Я знаю механизм, как передается наше вооружение в другой стране. Почему? Потому что я участвовал в этом. Я участвовал в этом 4 года, когда мы передавали ЕФ-16, все остальное Польша. Объясните мне, как можно провести выборы сегодня в Украине, механизм этого, там, с беженцами, полстраны беженцы. То есть, они не на своем месте. 20 миллионов людей сдвинуты со своих мест. 10 миллионов за границей. Миллионы на фронте. Ну, или в армии. Какой механизм можно употребить, чтобы провести честные выборы? Я лично считаю, что президент Зеленский был бы не против. Так как он чрезвычайно популярен на Западе. Опять же, я не топлю за Зеленского. Это для украинцев. Я просто констатирую факт. Он чрезвычайно популярен на Западе. Второго такого популярного президента сегодня в мире нет, как он на Западе. Поэтому, как это все будет происходить, я не совсем понимаю. Не знаю. Поэтому мне сложно комментировать. Я знаю одно, что у нас в стране, в принципе, выборов во время войны не было. Второй мировой войны. Президент Рузвельт четыре раза был президентом. Четыре срока. По-моему, в Конгрессе у нас были выборы. Я знаю, что в Великобритании тоже не было выборов во время Второй мировой войны. Но, опять же, да, Черчилль пришел в самом начале войны. Его взяли, потому что он все-таки был гиастрид такой. И он предсказывал это. Говоря, хотите мира, получите войну. И получили войну. Но дело все в том, что тогда война не шла ни на территории... Да, там побомбили, конечно, про Халвард, но война не шла на нашей территории. И война не шла, в принципе, на территории Великобритании. Да, войска были разосланы повсюду. То есть не все граждане Великобритании находились тогда в Великобритании. Но на территории этих стран война не шла. А здесь идет война на территории Украины полномасштабная. смертонесущая война. Опять что-то грохнуло у нас за окном. То есть продолжается, как вы собираетесь проводить выборы при таком. Да и потом, сначала, я думаю, нам в Соединенных Штатах Америки надо провести честные выборы, чтобы мы могли почитать правды голоса и честно почитать эти голоса. 60 лет тому назад человека смогли больше 60 лет послать человека на Луну. А голоса так и не научились считать. Так и не придумали. Уже есть искусственный интеллект, а посчитать голоса не можем. И требовать от Украины сегодня выборов, наверное, все имеют право это сделать, но я просто... Выборы всегда хорошо в моем понятии. Но какой механизм можно сегодня использовать в Украине, этого я не понимаю. Я не знаю. Может быть, но я не должен все понимать. Но если кто-то мне может объяснить, как это сделать, я бы с удовольствием выставил. Значит, Гаслик пишет, слушаю Юрия на всех каналах, это хорошо, это отлично. Я думаю, сейчас и присутствуют здесь те, кто с уважением относится к этому человеку. Но я обращаю, друзья, вот на что. Лайков мало, комментариев в чате очень мало. И что главное, в суперчате нисколько никакой поддержки нет. И это значит, что наберет просмотров очень мало вот эта самая вот наша передача. То есть, свою поддержку, свою симпатию к моему гостю, вы абсолютно никак не выражаете. Это очень прискорбно. Что, Юр? Значит, не всем нравится это. Да нет, у меня такое впечатление, что вот я смотрю сколько чего, что ты абсолютно всем не нравишься. Ну, кроме меня. Понимаешь? Я тоже это чувствую. Я тоже это чувствую. Ну, ладно. Хотя бы мне нравишься. Давай так на этом уровне работать. Вот, слушай, Юр пишет, МКГР пишет, у меня такое ощущение, что скоро кто-то в Белом доме скажет, что все проблемы США от Зеленского, как в экономике, так и в выборах. Возможно такое? Да, да. Я думаю, что да. Это очень правильно. Потому что если бы война закончилась с абсолютно разбили бы российскую армию и изгнали бы русских с украинской земли, то сказали бы, это наша заслуга. Это потому, что вот мы обучили так солдат, это потому, что наши гениальные генералы давали правильные советы, к ним прислушивались не очень грамотный украинский генералитет, и мы дали вот нужное оружие, и вовремя мы все это сделали, и вот поэтому Украина победила. И это значит наша заслуга. А теперь, когда это не происходит, то надо будет на кого-то свалить проблемы наши экономические, проблемы в мире, которые эта война создала. Ну, конечно же, скажут, что это из-за того, что идет война в Украине, и в этом виноваты русские и украинцы. Ну, так как мы им все дали, мы все сделали, и советы наши не слушали, и оружие они принимали неправильно, да и вообще там коррупция по сравнению с нами, с нашим сегодняшним президентом, который уже так повяз во всех коррупционных схемах, что я даже не понимаю, как еще может земля его носить, но отвлекут внимание на Украину, это Украине воровство один у нас. И пролет в отношениях с Китаем, это все потому, что Украина не хочет отдать свою территорию, не хочет уступить, и Америке из-за этого трудно, да? Да, да. Кто-то должен, ну, не мы же виноваты в этом, правильно? Ну, понятно, и вот эта тема будет раскручиваться, понятно. Вот Лилия Пискун пишет, «Мои знакомые из Латвии ждут нападения на их страну в ноябре. Интересно, как среагируют на агрессию НАТО, США, Китай и же с ними. Выгонят ли Латвию из НАТО и Евросоюза? Латвия маленькая, Эстония маленькая. Их же не жалко, да? Пусть нападают». Но мне тоже интересно, как это будет выглядеть, но я уверен, что в первую очередь выскажут озабоченность, а дальше я не знаю, как они, опять же, потому что скажут, ну что ж, ядерную войну начинать, что ли, у него же ядерное есть оружие, потому что ему дадут, если ему дали это сделать с Грузией, он решил начать это делать с Украины, ему дали это сделать с Крымом и Донбассом, он перешел на полный, Китай смотрит, если Китай видит, что ему тоже сошло это все с рук, ждите Тайвань, ждите Косово, сербы тоже смотрят на это. Ну и понеслось, понеслось, а там Израиль с Ираном, и это очень опасная ситуация, потому что все смотрят на всех, а если у нас в НАТО молодушие с лидером НАТО, то есть Соединенными Штатами Америки и сегодняшней администрацией там, то, конечно же, она правильно делает, что ждет это. Если будут ждать, но ждать недостаточно, готовьтесь, готовьтесь как можете. Пишут в чате, Лидия пишет, Светлана, вы не одиноки в любви к Гарри, таких много, и я в их числе, спасибо Гарри за его деятельность, за то, что он есть. Вот Рина Левин очень давно ее не видела, появилась она в чате, пишет, в Америке сейчас очень рано, еще не совсем проснулась. Ну, Риночка, я думаю, вы все равно проснулись, посмотрите, вот вам понравится этот эфир, и я думаю, вы найдете возможность поддержать канал, как делали это неоднократно. Юр, вот я что хочу сказать, да, но ведь реально, если не остановить, не убрать сейчас Россию, не только Украине достанется, и странам Балтии достанется, и Польшу можно тоже будет взять, много же чего будет, вот это надо, неужели это надо Европе? Ну, надо, не надо, а что, вторая или первая мировая война нужна была Европе? Это, так получается в мире, потому что малодушные, жадные, неумные люди управляют миром, а мы даем управлять миром, поэтому так и получается, что ж ты хочешь, это никто не хочет, этого, но это то, что происходит, много чего мы не хотим, а так происходит. Есть, знаешь, есть две категории воров, есть те воры, которые выбирают нас, а есть те воры, которых выбираем мы, воры, которые выбирают нас, это те воры, которые там у нас своруют, телефон, кошелек, дома грабят, они выбрали нас, они смотрят, что мы лохи, и что-то у нас не так, лежит ли, мы закрыли там машину, запередли, еще что-то, и они у нас это своровали, полиция ищет, то есть полиция нас защищает от них, и потом пытается их там в тюрьму А есть воры, которых выбираем мы, это политики. Они воры, они у нас воруют будущее, они у нас воруют надежды, они у нас воруют счастье наших детей. А вот полиция как раз их защищает от нас. Поэтому это мы сами выбрали. Юра, а нужно ли обвинять людей за то, что они выбирают воров? Люди в большинстве своем, они ведомы. И если поводыри ведут их в эту сторону, что могут противопоставить обычные люди? То, что ты будешь обвинять людей в этом, это не поможет. Людям надо, наверное, объяснять, пытаться им показать, пытаться их образовать каким-то образом, пытаться вывести это на поверхности, рассказать, чтобы люди смогли делать какие-то выводы. Но сегодня, знаешь, сегодня такая система, где у всех людей примерно одинаковый голос. Конечно, человек, который не работает, а живет на пособие, он всегда будет голосовать за того, кто выдает это пособие. И это поняли социалисты, демократы, коммунисты, марксисты, как ты хочешь. Они смогли перетянуть на свою сторону огромное количество этих людей. Также дармоедов, которые могут этим пользоваться. А те, чтобы удержаться в власти, обещают им еще больше халявы. Также люди, которые живут с грантов. Те же новостные передачи, те же разные передачи, которые говорят о политике и продвигают их. Почему? Потому что они получают гранты. Те же зеленые, те же по климату защиту. 400 миллиардов долларов им выделены. Это все гранты. Конечно, они будут голосовать за этих людей. Хотя ученые уже, по-моему, у нас 1400 ученых вышли и сказали, что то, что они говорят о климате, это брехня. Это все эти гранты, это коту под хвост. То, что пожары у нас сегодня начинаются по всему миру. И, по-моему, в Греции арестовали тоже. Очень много людей, которые занимались поджогами, это все те, которые из-за климата. Что, мол, эти пожары случаются из-за климата. Так же, как у нас на Гавайях, в Калифорнии и так далее. То есть, эти люди начинают заниматься терроризмом, чтобы им платили гранты. Работать они не хотят, создавать чего-то они не хотят, а бесплатно. Поэтому они голосуют за этих людей, эти люди им платят за это. И мы оказываемся вот в такой ситуации. Василий Штучко спрашивает. Юрий, почему Литва с Польшей не могут сомкнуть Сувалский коридор? Не знаю. Нет политической воли бояться. Бояться Путина. И многим внушили, что его надо бояться. Бояться Россию. Бояться непредсказуемости России. Бояться терроризма российского. Старая поговорка. Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж. Потому что он пьяный. Ну ничего. Вот сегодня украинские дроны долбанули по аэродрому Псковскому. И не испугались. 700 километров от границы. Молодцы. Да, молодцы. Молодцы. Они креативно воюют. Потому что другого выхода у них нет. Потому что то оружие, которое мы им даем, они на территории России не имеют права использовать. То есть россияне подкатывают границы. Вот то, что сейчас летают и убивают над Киевом и над всей Украиной. А украинцы по ним ударить не могут. Поэтому бьют и будут бить, чем могут. Вот своим, да, то, что они могут сделать, то, что они могут сами создать, вот этим они могут бить. Но опять же, это как это могут так воевать? Как это может так длиться война? По тебе враг бьет, а ты по нему обратно не можешь ответить. Это неправильно. Да. Август был горячим. Ну, август завтра уже последний день. Зеленский объявил, что сентябрь будет не менее мощным. А как считаешь ты? Ну, Зеленскому виднее. У него больше информации, чем у меня. А что такое, на твой взгляд, быть мощным? Это каждый, наверное, переводит по-своему. Я думаю, что Украина будет продолжать набирать обороты в этой войне и бить русских. Но это сложно. Это сложно. И такие обещания надо выдерживать. Иначе тебе перестанут верить. Да. Ну что, наш эфир подошел к концу. Ну, Юра, тебе большое спасибо. С каждым, ты понимаешь, с каждой встречей ты набираешь обороты, становишься все интереснее. И мне очень приятно. Я рада этому. Спасибо. Спасибо тебе тоже всем. И до следующей встречи, да? Да. Конец эфира.